В то же время на теннисных кортах Международного гуманитарного университета продолжаются тренировки для всех любителей этого вида спорта. Своё мнение в отношении последних событий выразил теннисист-рекордсмен 96-летний Леонид Яковлевич Станиславский, который посетил очередную тренировку на территории современного спорткомплекса. Сегодня заслуженный спортсмен провёл тренировку с президентом Международного гуманитарного университета, лидером Украинской морской партии Сергеем Киваловым. Я принципиально против разрушения спортивных сооружений. Надо находить другие места. Достаточно Одесса, большой город, и можно находить места, где строить сколько угодно. Корты сносить нельзя. Но в крайнем случае, если какой-то корт сносится, он должен быть перенесен в другое место. Давайте заведём традиция должна быть, чтобы в сентябре месяце вот такая погода, середина сентября. Мы всегда встречались здесь, на этом теннисном корте и играли в партию. Я вас приглашаю ежегодно. Если вы захотите, пожалуйста, мы с удовольствием. Леонид Станиславский подчеркнул необходимости важной спортивной инфраструктуры города Одессы. Пример спорткомплекса университет должен стать образцовым для многих политиков и чиновников, уверен наш выдающийся соотечественник. Одесса – известный теннисный город. Из неё вышли многие знаменитые теннисисты. Я считаю, что корты надо сохранить любой ценой. Это огромная заслуга Сергея Васильевича Кивалова и юридической академии, что им удалось на берегу моря построить такие корты. Я впервые вижу такой теннисный комплекс на берегу моря.